Ежегодно в Пушкинский праздник поэзии читаются стихи современных авторов Александра Сергеевича. Происходит гашение спецмарок и конвертов в этот день. Желтая крыша виднеется, это знаменитое кафе «Березка». С 70-х годов оно существует здесь, на поляне. Воспето было Сергеем Довлатовым в его повести «Пушкинский заповедник». Сергей Довлатов в 1976-1977 годах работал экскурсоводом в Пушкинском заповеднике. Водил сюда туристические группы. Еще от тогда существующего турбюро на турбазе, которая называется Пушкиногория. Замечательное древесное существо, которое мы здесь видим, это кентавр. Символ праздника поэзии этого года. Небольшие такие кентавры были изготовлены количеством пяти штук из серебра с позолотой и вручены известным деятелям культуры здесь, на поляне Михайловском. Ну, а березовый символ здесь радует наших гостей сейчас. Вот, мы теперь заходим с вами в парк и пройдем к автадным прудам. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . . . Спасибо. . . . . . Спасибо. . . . Пушкин. 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 spirit. Это изюмная, сладко-типичная для спорщины, когда между дегами, валунами, в раствор вкладывались маленькие черные камушки, как изюминки. Отсюда и название. Пруды здесь каскадные. Вот после дамбы мы увидим сейчас средний пруд и нижний. Они разделены горбатым мостиком. К ним мы и пройдем. А с Александром Сергеевичем мы будем фотографироваться, когда выйдем через парк, уже к автобусу на обратную дорогу. Это приблизительно есть. Что-то какая-то страшная. Продолжение следует...